Руководство парков города Видное давно говорит о том, что зоны отдыха нуждаются в реконструкции. Аттракционы устарели, территория не соответствует современным требованиям. В администрации Ленинского городского округа об этом знают. Более того, чиновники готовы выделить денежные средства на разработку концепций всех трех парков. Центрального, Тимоховского и Расторгуевского. А это не маленькая сумма. Прежде чем выделили деньги, прежде чем определился подрядчик, мы встречаемся с жителями, чтобы, когда уже подрядчик придет, у нас есть уже хоть какое-то мнение, то, что хотят жители. Проработка данной концепции в течение двух месяцев, до конечного его итога. Также параллельно у нас создается общественный совет парка. Жители пишут заявления, чтобы вступить. Также общественный совет парка, когда уже создаться в процессе формирования этих концепций, и он точно так же будет коллегиально принимать данные решения по этим концепциям. Уже на первых этапах общественных обсуждений стало ясно, что каждый из трех парков индивидуален и нуждается в особом подходе. Например, в Расторгуевском есть потребность создания спортивного городка. Воркауты, скейт-площадки, активити для молодежи. В Тимоховском парке недостаточно пешеходных дорожек. Руководство парка намерено соединить его с улицей Школьной, а также провести комплексное благоустройство. Относительно центрального парка местные жители считают, что существующие аттракционы давно пора менять. Если мы будем говорить о проекте парка, то, наверное, мы должны представить себя детьми, что мы как дети бы было интересно. Мне кажется, что детям наиболее интересно – это активные лазилки, веревочные парки, какие-то переходы веревочные, еще что-то. То есть там, где можно подцепляться, там попробовать свои силы. Концепция разрабатывается для того, чтобы перейти к следующему этапу – разработке проекта сметной документации. Работа еще более затратная. Для одного парка порядка 19 миллионов рублей. И только после этого мы можем обращаться в Московскую область за субсидии. То есть без этой концепции мы не имеем права получить какую-либо субсидию из Московской области на какую-то либо реконструкцию, либо просто какую-то детскую площадку из бюджета Московской области. Если процесс пойдет по графику, без сбоев, предоставлений денежных средств, то к реконструкции одного из парков приступят лишь в 2021 году. О времени завершения работ по всем трем паркам пока говорить рано. Программа долгосрочная, но необходимая. Юлия Пагасяна, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого.